Приветствую вас многоуважаемые дамы и господа, меня зовут Майя и сегодня я предстала перед вами без макияжа, потому что весь фокус будет сконцентрирован на волосах. Я хочу сегодня вам показать, как сделать вот такую укладку. Вы, наверное, с такой укладкой меня видели уже не в одном видео, если вы уже не первый раз на моем канале. Я с такой укладкой была, помимо прочих видео, и в обзоре N-Beauty. Здесь будет подсказка, там сейчас проходит розыгрыш, заходите обязательно, если еще не видели. И вы делали комплименты этой укладке, что мне было крайне приятно, и я решила с вами поделиться этой техникой, как же я делаю вот такие вот небрежные крупные волны на каждый день. И томиться не будем, приступаем. Ну что ж, давайте начинать. Я помыла голову с помощью вот таких средств. Это Джон Фрида Sheer Blonde, бальзам и шампунь. Он для блондинок, но для блондинок не с точки зрения цвета, а просто считается, да, и как правило наиболее поврежденные волосы у блондинок, потому что мы их осветляем, всяческие смывки и тра-та-та. То есть от этого шампуня вы блондинкой не станете. Это, в принципе, для любых поврежденных волос. И что я хочу сказать. Вот этот вот кондиционер, вот я раньше обожала, и сейчас, в принципе, очень уважительно отношусь, вот такой красной маске Velo Color Brilliance. И я считала, что она просто сумасшедше увлажняет и питает волосы. Но вот этот бальзам питает их лучше. Вот хозяйки на заметку. После того, как я мою волосы, я себе накручиваю такой тюрбанчик, ношу его 10-15 минут на себе. Сейчас мы будем все это дело расчесывать. Расчесываю я тенгл тизером. Это знаменитая расческа, которой можно причесывать мокрые волосы. Вы же знаете, да, что мокрые волосы, в принципе, расчесывать нежелательно. Но если приходится это делать, то нужно это делать максимально деликатными девайсами, к которым тенгл тизер абсолютно относится. Ну, с кончиков расчесываю. Видите, как легко расчесываются волосы, потому что бальзам – это просто сказка. Я его очень сильно люблю. Вот абсолютно без проблем. И волосы увлажнены, и расческа хорошая, и все, в общем-то, достаточно неплохо. Дальше, как правило, после того, как я причесалась, сняла все вылезшие волосы, я немножко трясу головой вниз. Сейчас я, наверное, за кадром немножечко потрясу. В общем, хэви-метал такой устраиваю. Чтобы волосы наполнились воздухом, чтобы они расклеились, потому что, когда вы причесываете, они все слипаются. И что я делаю дальше? Дальше я их подсушиваю феном. Фен у меня совершенно банальный. Филлипс, 2200 ватт. На Дайсен ничего не заработало, к сожалению. Вот, совершенно простой, с функцией ионизации, в которую я не сильно верю. В общем, сначала я подсушиваю всю голову до такого практически сухого состояния. Потому что, если вы начнете сушить волосы, укладывать, вернее, пытаться укладывать в таком прям мокром состоянии, мало что у вас получится. И еще важный момент, почему я сначала сушу волосы феном при помощи брашинга. Это вот сейчас, когда я подсушу, я вам покажу, как я это делаю. Я раньше считала, что волосы нужно укладывать просто после естественной сушки. Потому что они у меня пористые. И они очень хорошо держат завиток. И мне казалось, что когда волосы вытянутые, это какая-то вообще прилизанная ерунда. Знаете, как когда ходите в парикмахерскую после окрашивания, вас укладывают, и вы приходите прям с идеально гладкими волосами, абсолютно такая зализанная, и кажется, что у вас волос в три раза меньше. И мне казалось, что это, ну, короче, что-то не то. А потом я поняла, что нет. Все-таки нужно сначала хорошенечко круговой щеткой волосы выпрямить. Потому что все-таки они смотрятся опрятнее. И вот эти кончики выглажены. Потому что если просто высохшие естественным образом пористые волосы накрутить, то кончики будут такие жеванные, распушенные, некрасивые. В общем, сушим волосы. Сушила я на средней температуре и на максимальном потоке воздуха. В общем, вот они такие полусухие. Наверное, они высушены процентов на 70. Теперь я их еще раз причешу, чтобы дисциплинировать. Теперь я беру игру на два яруса. Прям пальцами, большими пальцами захватываю. Откалываю верхний ярус. И начинаю круговой щеткой их выпрямлять. Стараюсь подобраться максимально к корням, чтобы приподнять, для чего это делается. Если вы, конечно, хотите прям вау-эффект, как у нас принято говорить, то вы можете после сушки, после того, как вытяните волосы, еще пройтись каким-то гофре или бустапом, который я показывала в видео с образом сериала «Эйфория». Там я вас знакомила с инновационными парикмахерскими инструментами марки «Эйф». Кто не смотрел, заходите. Вот, либо стандартная гофре. А так вы уже заранее корни приподнимаете, и это вам ускоряет процесс укладки. И теперь прям вот не церемонясь, буквально максимум в три прихвата. То есть можно даже вот так поделить на две части волосы. Мне не очень удобно, потому что они у меня не сильно длинные. А у кого длинные, очень удобно. Просто перекидываете сюда их вперед и начинаете круговой щеткой их выглаживать. Тут задача не сделать какой-то локон. Тут именно задача их выгладить и выпрямить. В идеале, если у вас получится, когда будете это делать, дуйте феном сверху, потому что когда вы дуете снизу, у вас сразу все эти пушковые волосы взъерошиваются. Ну, там уж как получится, на самом деле, лучше быть снизу, но с брашингом, чем не дуть никак. Вот, это будет в любом случае аккуратнее. И делаю я это либо на средней, либо на максимальной скорости, в основном на средней. Поехали. И очень важный момент. Не просто накрутите на щетку и держите, а прям проворачивайте ее, чтобы все кончики выпрямлялись и становились опрятными. Вот, посмотрите, какой получается результат. То есть слегка подкрученные кончики и абсолютно гладкие волосы. Вот если сравнить с этой стороной, здесь у меня такие они пористые, а здесь они уже дисциплинированные и гладенькие. Продолжаем. Пожалуйста. Видите, какой приятный результат. И это, на самом деле, очень быстро. Главное, вот, действительно, предварительно их подсушить, чтобы долго с ними не сражаться. Сзади можно, вот, я вот так вот приподнимаю, потому что волосы короткие, я их вот так вот наверх прям завожу, и вот в этом верхнем состоянии начинаю их крутить. Можно прочесать, посмотреть, устраивает ли вас результат. В общем и целом все хорошо. Дальше я, наверное, все-таки оставшиеся волосы разделю еще на два яруса. Макушку оставлю уже на потом. Вот так вот макушку собираю и опять закалываю. Вот так. И продолжаю проделывать с этим средним ярусом все то же самое, предварительно причесав. Можно еще, когда вот вы заканчиваете с какой-либо прядью, подкрутить ее к корням, подуть на щетку и подуть на корни, чтобы зафиксировать их вот в таком приподнятом состоянии. Вот. Сравнение до-после. Дальше идем по нашему ярусу, захватываем следующую прядь и работаем с ней. Заднюю прядь опять я буду поднимать наверх. Мне так удобнее. С длинными волосами, конечно, гораздо удобнее. Я мечтаю опять отрастить. Я какое-то время назад подстриглась, несмотря на то, что я, наверное, лет 15 ходила с волосами по поясу. Что-то без меня попутал. Ну, хочу вернуть богу и роскошь. Так, делаем самую высшую, как это правильно сказать, шляпную зону, короче. И теперь делаем лицевые пряди. Тут есть небольшой секрет. Если вы хотите прям объем, то делайте пробор, противоположный тому, к которому привыкли ваши волосы. То есть, если вы, например, носите пробор, как я, вот он у меня сам ложится. Если я хочу сильный объем, то я наоборот накручу отсюда и перекину сюда, потому что волосам непривычно лежать в эту сторону. Их как бы корежит слегка, и они больше стоят. Вот. Но я буду делать привычный для себя пробор. Он меня устраивает. Я сегодня не буду делать никаких вау-объемов. Так. Вот это я пока уберу. Нужно чуть-чуть подальше вот отсюда взять. Чуть поглубже пробор. Мне так нравится. Чуть больше. Предварительно прочесывайте обязательно, чтобы не драть волосы. Вот у меня выпали волосы покороче. У меня, потому что есть небольшая градуировка на моей длинной челке. Я их отдельно беру. В индивидуальном порядке тоже выпрямляю. И последняя невытянутая прядь сопротивляется. Концы застряда. Теперь финальным этапом всей этой сушки я прочесываю волосы еще раз. Все-все-все прочесываю. И последним штрихом я беру прям все слои, соединяю. То есть той же круговой расческой я прям подцепляю все волосы прям снизу. И еще раз прохожусь феном. Все, мы высушили и выпрямили, дисциплинировали волосы. У нас на все про все ушло 23 минуты с учетом всех лишних силодвижений. На самом деле, если быстро просто перед зеркалом ванной, то это 10 минут максимум. Теперь перейдем непосредственно к укладке. Я ее буду делать вот таким инструментом. Это фирма Би Юни. Диаметр 32 миллиметра. Вы знаете, с точки зрения диаметра это идеальный инструмент для такой укладки. Но с точки зрения самого исполнения, наверное, это самая моя нелюбимая плойка, потому что вот это титановое покрытие оно меня в какое-то время, когда я только их увидела, оно меня прям очаровало. Мне так хотелось вот эти блестящие, красивые инструменты. Но мне в итоге не понравилось. Все-таки турмалиновое такое вот мутненькое, гладенькое, оно лучше. Чем именно? Сейчас попробую объяснить. Вот этот титан, он, знаете, он какой-то агрессивный. То есть даже если вы обжигаетесь о плойку, вот если вы возьмете две разные плойки, одна будет титановая, а другая турмалиновая, нагретая до одинаковой температуры, если вы случайно обожжетесь, то вам от этой будет как будто бы даже больнее обжечься. Она какая-то вот такая слишком агрессивная, такое ощущение, что она прям все выжигает. Я обязательно себе когда-нибудь куплю турмалиновую, но пока что пользуюсь этой. Нагреваем. Так, я ее включаю на 210 пускай будет. Сейчас она быстренько нагреется. Ну, у нее стандартная конструкция, есть вот этот вот, как это правильно назвать, подставочка для того, чтобы ставить на поверхности и не обжечь стол. Но мне не очень это все нравится, вот это постоянно разложи, и заложи. У меня есть вот такой силиконовый коврик, на который я просто кладу все инструменты, и я ее включу. Все хорошо. Так. Возвращаемся к разделению на ярусы. Откалываем так же, как мы откалывали изначально, для того, чтобы посушить круговой щеткой. Откалываем. Так, плойка вот нам считает градусы, 130. Скоро дойдет до нужной кондиции. Что касается моего мнения относительно воздействия высоких температур на волосы и термозащиты. Термозащита, конечно, дело хорошее. Но, во-первых, любой спрей может служить термозащитой. Это может быть даже лак. А во-вторых, мое глубокое убеждение, что волосы портят невысокая температура как таковая, а длительность воздействия этой высокой температуры на волосы. То есть, поясню, что я имею в виду. На мой взгляд, лучше накрутить за 3 секунды на температуре 220 градусов, чем 20 секунд держать температуру 170 градусов. Ну, я думаю, мысль мою бы уловили. На эту тему многие спорят, мнений очень много, как обычно. Но, мое мнение вот такое. Плойка нагрелась 210 градусов. Что я теперь делаю? Здесь, естественно, есть классическая прижимная лапка. Порог уже пошел. В этой укладке я ее не использую. То есть, я буду накручивать прям вот так вот, как есть это дуло, так я и буду накручивать. Я беру примерно такими же порциями волосы, как я брала для того, чтобы высушить их плуговой щеткой. Предварительно каждую прядь причесываю и накручиваю от лица жгутом. Что значит жгутом? Когда вы держите волосы, вот просто держите и начинаете на что-то накручивать, волосы неизбежно переворачиваются, закручиваются в такой жгут. Вот прям как закручиваются, пусть так и закручиваются. Вот прям завожу вот так за голову и достаточно такую жирненькую прядь. Кончик оставляйте чуть-чуть прямым. Это модно, это выглядит здорово, то есть вот кудельки прям такие круглые, они, конечно, давно в прошлом, никто это уже не делает, выглядит экстремодно. Так можно дотронуться, почувствовать, как прогреваются волосы, как только вы чувствуете, что весь этот массив волос нагрелся, вы просто высвобождаете и получается вот такая волна. И оставьте ее, ничего с ним не делайте, пускай остывает. Пока беру с этой стороны, чтобы не нарушить ту волну, ставлю уже вот так вертикально, так неудобно, и опять прогреваю. Кончик прям натягиваю, вот так вот сантиметра три-четыре в натянутом состоянии. и высвобождаю. Вот видите, какая получается приятная волна. И перемещаюсь слева направо, справа налево, чтобы возвращаться уже на ту сторону, где локоны подостыли. Опять прочелся. чувствуется, как прям с нижних слоев к верхней пробирается тепло. Вот этот жар все подержала, отпустила. И последняя прядь осталась из этого яруса. Идеально, конечно, когда у вас есть два зеркала, в одно вы смотритесь, а в другое вы смотрите, что у вас происходит сзади. в принципе, я думаю, вот так руками ощутите, не забыли ли вы какие-то пряди, либо попросите кого-то посмотреть все у вас залили. То есть все крутим от лица и где-то там сзади в середине эти спиральки они встретятся. Все подержала, отпустила. Высвобождаю средний ярус. Точно так же разделение абсолютно такое же. Откалываю и продолжаем разговор. пряди прям такие толстенькие. Не мучите. Наверное, секунд десять я каждую прядь держу. Готово. Дальше перебираемся на противоположную сторону. В комплекте у этой плойки была перчатка термо. Но я нифига не чувствую. Мне не нравится. Я предпочитаю обжечься раз в две недели. Наверное, ко всему можно привыкнуть. Знаете, как ноги не могут посуду мыть в резину перчаткой. Говорят, что ничего не чувствую. Наверное, так же с этой перчаткой. Я, честно говоря, никогда не видела, чтобы кто-то из стилистов работал термо перчаткой. Скорее всего, именно по этой причине. Вот. Вот такая штука получается. Дальше идем. Еще бывают, знаете, такие, как на пальчники, просто на два пальца, на большой и на маленький. Но это вообще дико неудобно. У меня такое было к, по-моему, конусной плойке, к Белиз, по-моему. В общем, все это какие-то рудименты. плойки. Единственное, кстати, неоспоримое преимущество этой плойки, это то, что у нее вот эти элементы управления, кнопки, они утоплены. То есть вероятность того, что вы нажмете на них в процессе накрутки, она, конечно, крайне низкая, и это здорово. Вообще, в принципе, Биуни хорошая фирма, но что-то Титан в итоге, сколько я на него возлагала надежд, он не пришелся ко двору, несмотря на то, что я им часто пользуюсь. Ну, и, конечно, следите за тем, чтобы начинать крутить что-либо горячими инструментами, когда у вас волосы полностью сухие, потому что это ад для ваших волос. Представьте, что вы намочили прихватку и мокрой прихваткой пытаетесь достать из духовки противень, который запекала курицу на температуре 250 градусов. Вот так обожжетесь просто нечеловечески. Вот примерно так же плохо вашим волосам, если их заливать во влажном состоянии. Поэтому берегите их, любите их. Ну, какая-то у меня тут прядь достаточно тонкая осталась, но накручивать как есть. Тут на самом деле такая не очень филигранная работа, просто нужно соблюсти несколько ключевых моментов и все будет хорошо. Но делается это все очень быстро, видите, я сама себе завиваю. Быстро достаточно просто. так, здесь наверное я сделаю следующим образом. Я вот эту сторону пока отколю, буду заниматься вот этой стороной. Так же от лица по направлению назад. беру следующую прядь, эту пока могу отколоть сюда, пускай они ждут своего участка. Такую укладку конечно можно сделать и плойкой 25 миллиметров, и конусной плойкой. Конусные плойки кстати, они вообще результат который вы получите от конусной плойки будет держаться очень долго. То есть сегодня вы будете прям пудрявая, завтра вы причешетесь и у вас будет очень красивая волна, и послезавтра она тоже сохранится. Вот на моих волосах укладки в принципе держатся долго, а отколосной плойки буквально пока не по мою голову. У меня будут держаться эти волны. Но с точки зрения диаметра все-таки вот 32 миллиметра мне нравится больше всех. Очень такой элегантный благородный результат. Последняя прядь лицевая с левой стороны. Здесь можете немножечко сделать оттяжку на лицо на лицо. Вот так чуть-чуть вперед. И последняя прядь. Или их тут будет две. Сейчас посмотрите. последняя. Обязательно причесывайте перед тем, как накручивать, потому что если вы непричесанную прядь начнете накручивать, она у вас там запечется вот в этом состоянии, испутанном. И потом это будет гнездо. Руки берегите, потому что диаметр большой. С тонкой плойкой обжечься шансов меньше. А теперь посидите, попейте чаю, кофе или еще что-нибудь. В общем, ваши локоны должны остыть. Никогда не начинайте разбирать локоны в горячем состоянии, пускай они зафиксируются. Локоны остыли. И теперь прямо начинаем их разбирать руками. Вы в принципе, если любите более гладкий такой эффект, вы можете расчесать тем же тенгл тизером или вашей привычной массажной расческой. Я люблю разбирать руками, потому что получается такой текстурный эффект. Прям вот, прям по-свински вот так вот берете и прям вот пальцами вот так вот проводите. Саша сказал по-свински плохо звучит. Прям вот так небрежно. Просто берете и разбираете руками. вот что получилось. Теперь для того, чтобы зафиксировать, даже не столько, чтобы зафиксировать, а чтобы придать небольшое такое, знаете, как ощущение такого легкого сухарика. Я очень люблю солевые спреи. У меня их много, есть и подешевле, есть подороже. Вот у меня оси с шварцком. Вы можете его использовать. Если вы больше любите лак, вы можете взять, вот я люблю жидкие лаки, у меня есть и сухой тоже, но есть швасков силуэт, жидкий лак, можете его, если хотите более стойкий эффект. Но на каждый день, чтобы это выглядело максимально натурально естественно, берите солевой спрей и можете прям вот так вот проводите и брызгаете прям в процессе того, как проводите. ну что ж, дорогие друзья, сегодня я вам показала укладку, в которой вы делали комплименты, за что вам огромное спасибо, мне было очень приятно, и я решила с вами поделиться этой техникой. Она достаточно быстрая, у меня на все про все с учетом съемки ушло 40 минут, у вас это займет 30 минут, но это просто потолок, а когда вы набьете руку, у вас это будет еще быстрее получаться, если у вас длинные волосы, то это будет вообще роскошно, представьте, что вот эти все волны, они будут еще и дальше длиннее. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, если это так, то пожалуйста, поставьте лайк, прокомментируйте, мне будет очень приятно, и всем спасибо, увидимся скоро, пока. Субтитры сделал DimaTorzok